Книга открытым оком. Тема богослужения. 27 том, вопрос 3891. Вы говорили, что крестные ходы могут быть по нужде. Как это понимать? Они же все по нужде, чтобы народу возвестить о вере православной. Или у вас не так? Так. Какую роль в проведении крестного хода принимает батюшка ваш? Охотный ли он это совершает, зная, что будут последствия для кого-то и очень нежеланные? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В кавычках Русь Державная. Номер 10. 2007 год. Вся эта огромная газета, равная 64 страницам нашей этой книги, говорит о том, как не нужно делать крестные ходы. У нас же по образу не с привяжения Иерихона должны быть крестные ходы, когда враг не сдается. Евреям 11.30. Веру упали стены Иерихонские по семидневному обхождению. У нас в деревне был уже один такой случай, и человек, вышедший против устава на тропу войны, вымелся оттуда и дом свой продал. И он, как отверженный, потерял и церковь православную. И вот еще было так, что до крестного хода не дошло, выехли сами. В данном случае отец Агим поступил твердо и последовательно, и не склонился на сторону плотского родства, но был ревностен, как заповедует нам Господь. Кавычки открыты. Пишет Яким Лапкин. Мир тебе, дорогой брат Игнатий. Приехал я в понедельник домой, а здесь твоего благословения Дуся, родная сестра моя и отца Агима, требовала суда у общины над Игорем Барабашом, старостой деревни. Собрались в 11.00 в доме у Виталия Устинова, в скопах на нейтральной территории, совет деревенский, Дима Плотников, в скопах старосты церковной общины, Андрей Устинов, Николай Киличков, Игорь с Леной, Барабаш с женой, Дуся и я. Игорь по документам доказывает, что зерна тайно не брал. Показывает все расчеты, но у Дуси один довод. Если у тебя трактор и 10 коров, а у них меньше, то значит украл. Игорь говорит, что они все зерно скормили свиньям, а свиней детям отдали, а он купил трактор за это зерно. А она одно толкует, что мало было, она было надо больше, и почему мало? Павла, в скопах брата нашего по плоти пьяницу, похвалила, что он взялся за ножи, и Игорь сразу отдал ему все. То есть и Петя пошел в суд убивать тебя, чтобы отдали ему 32 тонны зерна. Это она посчитала. Что, сколько нужно им? Петю, мужа своего, полностью поддерживает и одобряет. Все его показания в суде нужно, оказывается, еще толковать правильно. Вроде бы это он говорил как пятидесятник на другом языке. Говорил одно, а понимать надо по-другому. Грозится, что если будет крестный ход, то они пригласят епископа Антония, московской патриархии из Барнаула, сделать крестный ход. Весь этот сыр-бор, это ее дело на сто процентов. Никаких доводов не принимает, а одно только. А нам надо столько-то. Я сказал, что если до Пасхи не будет осознания содеянного преступления, сексотничали в суде и раскаяния, с обещанием впредь не делать этого, то тогда сделаем крестный ход, как от чумы или холеры. И всем родным и друзьям пошлем выписку из суда, с предупреждением, чтобы опасались его принимать в свой дом. Нам на этом и разошлись. Сегодня она будет, наверное, в Барнауле. Может быть, еще раз поговоришь о ней? Но что же она делает? Беда, беда, беда. Сделай копию из газеток со статьей из МК «Московский комсомолец» штук 6. Отец Аким. 26 марта 2001 год. Поселок Потеревка. Второе послание к Олимпинам. 10 глава. 4-5 стих. Оружие воинственное нашего, не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Стихотворение. Когда влеком и в плен мы стали, от стен сионских далеки, мы слезы ручьи не раз мешали, с волнами чуждой реки. В печали молча мы грустили, все по тебе, святой Сион. Надежды редко нам светили, и те надежды были сон. Замолкли вещи и органы, затих висели наш тимпан, напрасно нам гласят тираны, воспойте песни сионских стран. Сиона песни глаз свободы, те песни слава нам дала, в них тайной мы поем природы и Бога дивного дела. Не имей орган наш голосистый, как занемел наш в рабстве дух, не опозорим песни чистой, но ей ласкать злодеев слух, не ей ласкать злодеев слух. Увы, не воли дни суровы, органам жизни не дают, рабы, влачащие оковы, высоких песней не поют. Михаил Иванович Глинка, 1822 год.